Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Сегодня у меня запись с экрана монитора. И просили показываю. Попросили показать стимульный материал методики Кетелла. 16 факторный личностный опросник. Маленькое вступление сделаю. Вообще в Российской Федерации в реальности существует 3 варианта методики Кетелла. Это вариант А, это вариант Б и это вариант С. В природе существует еще четвертый вариант. Но он совершенно не адаптирован и не присутствует в российской реальности. То есть вариант 4D по всей видимости. О нем только слухи какие-то. Значит давно доказано и уже в общем-то не вызывает никаких сомнений. И в литературе это все встречается. Описание в интернете можете об этом почитать. Ну и собственно мы на собственном опыте на протяжении более чем 18 лет используя эту методику. Тоже в этом убедились. Работает только один вариант. Адаптирован, хорошо переведен. И действительно работает только вариант С. На 187 вопросов. Методика называется 16-факторный личностный опросник. И соответственно в варианте С 187 вопросов. Существуют варианты А, как я уже сказал. И варианты Б. Соответственно там 105 вопросов. Вариант вопросов 105. Вариант методики на 105 вопросов. Он не работает. Он не адаптирован к российской. То есть не была проведена валидизация. Не проверена надежность. И плохой, очень некачественный перевод. Но самый простой пример. Мы в лаборатории когда обсуждаем с коллегами. Смеемся над этим. Вопросы такие. Ну непосредственно не из Котелла. А вообще в целом. Допустим такой вопрос. В англоязычной методике. Где вы предпочитаете отдыхать? На Фазенде. В своем загородном доме. Или же, ну предположим на берегу моря. Да, вот каким образом адаптировать слово Фазенда. Вот у нас в русской реальности, действительности существует. Значит у кого-то дача. У кого-то сад. Ну и соответственно свой дом, предположим. Можно еще придумать какие-то названия. Как грамотно соотнести и проверить надежность того, что на западе называется, предположим, Фазенда, к примеру. Это что? Это сад по-русски? Или дача? Или загородный дом? Фазенда. Это что? Ну это так отступление темы. Это пример того, каким образом методика адаптируется к культуральным особенностям. Особенностям Российской Федерации. Соответственно адаптировано только один вариант. Вариант С. И вот вы сейчас на ваших экранах эту методику видите. Попросили. Психолог попросил показать стимульный материал. И нормативы, которые мы разработали, как я уже сказал, на протяжении более 18 лет над этим работали. И разработали нормативы. Вот так выглядит стимульный материал. Я показываю сейчас. Его просто под рукой нет готового варианта. Но это вариант PDF. Подготовленный для печати. Здесь приводится инструкция на 187 утверждений. Кто хочет, тот может запаузить и почитать ее внимательно. И пошел, собственно, она так же выглядит, как я уже показывал в своих предыдущих видео. Такая обложечка бирюзового, ближе к синему цвету. И вот пошли варианты вопросов на 187 утверждений. Так это все выглядит. Нет ни одной ошибки в запятых, падежах, в количественном, числительных каких-то и так далее. И так далее, и так далее. 187 вопросов. 16 шкал. На 16 шкал. Соответственно, так выглядит стимульный материал методики. И, соответственно, попросили также показать нормативы. То, что мы поставляем вместе с методикой. То есть, это инструкция, стимульный материал. Три интерпретации по этой методике у нас существуют. У меня коллеги любят пользоваться... Ну, все знают, все читали, все три. Любят пользоваться самым кратким каким-то у них. Всегда я на столе вижу ламинированные такие листочки. Подсказочки себе такие они как бы делают. По методике MMPI, по методике Cattello, по методике UNP и так далее. У всех лежит вот такая на столах на краю заламинированные листочки. Как бы, но основные, конечно, интерпретации мы тоже имеем и поставляем в комплекте. Очень интересная у нас решена проблема ключей. Если вы помните в своем одном из предыдущих видео, рассказывая о методике MMPI, я говорил о том, что у нас к этой методике идет 14 листов ключей заламинированных, специализированных. То, казалось бы, 16-факторный опросник должно быть 16 ключей, как минимум. На самом деле, ключ один. Очень интересно, это у нас тоже реализовано. Обязательно, как-нибудь, если будет интересно, в своих последующих видео я покажу уже комплектность. Она вот есть, но в офисе ее сейчас нет в лаборатории, в другом кабинете. И, соответственно, там также в синенькой папке находятся все вот эти материалы, инструкции, стимульный материал, ключи. И, соответственно, ключ всего один у Котелла на 16 факторов, в отличие от MMPI, позволяет методика это реализовать. Сделать один ключ на все 16 факторов. Как-нибудь обязательно покажу. Но сейчас на своих экранах вы видите те нормативы, с которыми мы работаем. Соответственно, давайте я вам покажу кратко. Собственно, сами факторы. То есть, имеется в виду А, Б, С, Е, Ф и так далее. Всего их 16. Ф1 мы не берем. Мы использовали, это тоже здесь занесено. Но мы Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 рассчитываем. Они рассчитываются по формулам. Четыре вот этих фактора, Ф1, Ф2. В инструкции это подробнейшим образом прописано. Но мы ими не пользуемся. Мы их когда-то рассчитали, поняли, составили вот этот самый норматив. Но и в то же время как бы не используем. Надо открыть вам, наверное, все-таки быть честным перед сообществом, перед психологами. Как я уже сказал, три варианта существуют, А, Б, С. Работает в российской популяции только вариант С, который вы сейчас видите на экране. А из этой методики работают четыре шкалы. Вот это честно. Нет, люди используют, применяют, получают какую-то информацию. Нельзя сказать, что совсем шкалы эти 16 не работают. Абсолютно точно, абсолютно надежно работают четыре шкалы. Все остальные, ну так, сяк, являются вспомогательными, уточняющими шкалами. То есть на российской популяции, в отличие от англоязычной, работают из 16 факторов, работают только четыре. Я в одном из своих предыдущих видео говорил об этих факторах, которые работают 100%. Сходите, посмотрите под видео ниже. Это нормативы для мужчин. Ниже идет таблица для женщин. И некоторые недопустимые величины прогностически значимых показателей. Рассчитано в среднее значение, переведено оно в стены. И мы, соответственно, видим верхнюю границу нормы, нижнюю границу нормы. Вот таким образом это выглядит. Одним словом, попросили, показал. Кому будет что-то интересно, обязательно пишите под этим видео, пишите мне на почту. Дополню, уточню. Проблем абсолютно никаких нет. Вот выдал вам большой-большой секрет по нормативам, по мужчинам методики Котелла. Вариант С на 187 утверждений. На этом все. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...